Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева, ведущий вуз России, который готовит летчиков на вертолеты военной авиации. Это Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. И представители этого военного института у нас сегодня в гостях. Полковник, доцент кафедры по аэродинамике, можно уже показать гостей, и динамики полета, неоднократный чемпион мира по вертолетному спорту, член команды ЦСКА ВВС Петр Васильев, старший преподаватель кафедры тактики, полковник Владимир Лукьянов и курсант четвертого курса, да, получается, Владислав Белянский. Сегодня у нас в студии. Здравствуйте! А наш телефон 202-11-22. Ждем ваших вопросов. Может быть, даже есть выпускники Сызранского училища, которые нас смотрят. Пожалуйста, передавайте приветы. Можете также поздравлять с наступающим праздником мужчин. Так что присоединяйтесь к нашему разговору. Звоните. Мы вас услышим. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы знаете, начать хотелось бы не совсем с такого приятного. Было время, вот несколько лет назад, когда про Сызранское военное училище, вот так коротко, как мы его здесь вертолетное называем, говорили, что какие-то проблемы, и вот буквально там все закроется, и разруха, и так далее. Вот сегодня хочется из первых уст услышать, как складывается ситуация. Действительно все так плохо или все уже нормализовалось и хорошо? Ну, по большому счету ситуация-то, конечно, нормализовалась. Ну, будем говорить так, что спасибо руководству нашей страны, да, что все-таки оно обратило внимание, что нашей стране необходимы, как и в старые советские времена, вертолетчики. Да, поэтому в свете вот этих всех требований, в принципе, и началось финансирование училища, начала поступать новая авиационная техника, оборудование в учебной аудитории. Ну, и наборы мы начали производить. Ну, пока по 300, дай бог, будет в будущем побольше. Это вот каждое ежегодно 300 принимаете курсантов. А кого готовите? Вот конкретно на какие специальности? Кто выходит? Ну, мы готовим военного вертолетчика, да, по специальности, по военной специальности применение подразделений армейской авиации и по специализации еще у нас есть применение вертолетных подразделений сил флота. То есть мы, ну, в принципе, мы, это как бы, да, специальности, специализация. Ну, а так мы готовим вертолетчиков для всех силовых структур и ведомств нашей страны. Петр Викторович, вы как пришли в училище? Я так думаю, что вы изначально все-таки летчик. Вот что-то вот мне подсказывает. И тут преподаватель, полковник. Да. Ну, когда я пришел, то правильно сказали. Инструктором я стал. Закончил я наше училище в 78-м году. Оставили, вернее, инструктором. Инструктором я был до 90-1998 года. Да. И потом, в связи с тем, что расформировали нашу Камовскую эскадрилью. Кстати, вот Владимир Георгиевич летал в этой Камовской эскадрилье, в нашей моряк. Вот. Поэтому, когда расформировали, и я написал рапорт на летную должность в учебный отдел. Тогда были в учебном отделе летные должности. Кстати, хотелось бы, чтобы их вернули. Почему? Потому что тогда были, сейчас нету. Вот после этого я и преподаватель, и заодно летаю, выполняя полеты. Вот по сегодняшний день на летной работе. Владислав, какую специальность вы получите? Сколько лет вообще учатся? Вот вы сегодня на четвертом курсе. Обучение проходит в течение пяти лет. Как сказал полковник Лукьянов, мы выпускаемся военными вертолетчиками. Ну, специалистами своего дела нас еще сложно назвать, но мы уже готовы к выполнению каких-то более простых задач. А в полку нас уже научат конкретно более сложным. Да. А вот какие перспективы вы для себя видите в работе? Вот вы закончите училище, а дальше что? Мои перспективы, скорее всего, определит Родина, а не то, что я захочу. Ну, конечно же, я хочу побывать в разных частях России, увидеть там и Дальний Восток, и Юга, и Крым. Ну, а как повернется судьба, никто не знает. Понятно. Вот хотелось бы, Владимир Григорьевич, представить аудитории, вот всю базу материально-техническую. Как вы готовите будущих летчиков? Что есть для этого? Ну, в принципе, мы достаточно располагаем училище достаточно современной учебно-материальной и методической базой. Новый практически у нас тренажер, строится еще у нас тренажер. Аудитории оборудованы достаточным количеством мультимедийной аппаратурой для использования интерактивных форм обучения. Ну, как говорится, старые методы обучения, доску, мел, да, еще тоже никто не отменял. Ну, теория, практика, конечно. Да, поэтому, в принципе, достаточно учебных классов и лабораторий, да, и, как я сказал, тренажеров. Неплохая спортивная база. Ну, думаем, она у нас улучшится еще. Вот, в принципе. А какие требования к кандидатам вообще? Кто вот может туда спокойно идти? Ну, вообще, мы в училище принимаются лица мужского пола, будем так говорить, да, со средним. Все-таки пока с летчицами проблемы, да? Да, с летчицами тем более. То есть достигших, окончивших или имеющих общее среднее образование, вот, прошедшие, ну, до того, как в училище, да, медицинскую комиссию военкомати, потом при прибытии в училище проходит опять они медицинское обследование, потом профессиональный отбор. А по росту есть вот какие-то ограничения? Наверное, должны быть как-то не такие уж высокие, чтобы вертолетики... Ну, двухметровых парней у нас, конечно, нет, но я сейчас конкретно не могу сказать, но метр девяносто восемь, по-моему, у нас там предел, потому что все-таки, как говорится, хоть и высота кресла пилотского регулируется, но упираться головой в АЗСы неудобно совсем. Вот, потом лица, в принципе, зачисляются по результатам единого госэкзамена, который, в принципе, сдают. Профилирующей является математика, принимаем математика, физика, русский язык, ну, и абитурент еще сдают у нас экзамен, будем так говорить, по физической подготовке. А вот иностранный... 100 метров подтягивания и кросс 3 километра. А иностранный сейчас, вот как лететь в другие там страны, вот, наверное, тоже требует, да, к английскому, допустим? Ну, иностранный язык, учебная программа по английскому языку предполагает изучение профессионально ориентированного английского языка, который конкретно по авиационной тематике, да, то есть они, курсанты у нас ведут радиообмен на английском языке с преподавателями, то есть тренируются. Ну, в какой мере он будет востребован в дальнейшем, ну, я так думаю, чтобы, если работать на международных авиалиниях, да, то придется все равно, наверное, переучиваться. Ну, или как-то совершенствовать свои знания самому. А вот курсанты из других стран, я знаю, что у вас тоже есть, они же, русские должны как минимум знать, чтобы понимать там обучение? Ну, курсанты зарубежных стран или стран дальнего, будем так говорить, зарубежья, да, они у нас прибывают на подготовительный курс русского языка, то есть они практически в течение 8 месяцев изучают только русский язык. А, дополнительно. Да, не дополнительно, то есть они учат конкретно, изначально один русский язык, только потом на первом курсе у них в перемешку с нашим, да, занятиями, то есть они еще дополнительно, ну, тоже у них проходят курсы. Да, ну, это вот говорит о престиже заведения, если даже иностранцы, да, вот из стран зарубежья к нам летают, чтобы учиться. Ну, да, их у нас достаточно много. Вот. Петр Викторович, а вы учите сами курсантов, да, вот, летному делу, с ними летаете? Когда допуск происходит к полетам курсанты, и как все это выглядит? Когда вы даете, вот, штурвал это называется, да? Ручку управления. Ручку управления, да. У нас после двухлетнего срока обучения курсанты на втором курсе они начинают изучать спецдисциплины, после которых, после сдачи которых, это у нас идет пятый семестр, их допускают после сдачи к летной практике. Это уже третий курс, они подписывают контракт на втором курсе, на третьем курсе приступают к полетам. Приступают они на учебных машинах, учебные машины. Учебные машины, такие машины очень хорошие. Ансад, вот сейчас новый поступил, Казанский вертолетный завод. Машина очень хорошая, машина современнейшая. Впервые на этой машине применена электрическая система управления, впервые на вертолетах. Это как автомат на машине? Да, как джойстик, вот примерно такая. Похоже, как джойстик. И далее, здесь же увозную программу, курсанты проходят на вертолете Ми-8Т и МТ. Но эти вертолеты давно известны, и инженерно-технический состав подготовлен в совершенстве, чтобы на этих вертолетах проводить первоначальное обучение. Ансад, новая машина, она немножко затруднение вызвала, потому что новая. Но инженерно-технический состав сейчас освоил ее. И курсанты, по отзывам курсантов, они прекрасно ее овладевают. Ну, конечно, проще же управление. Проще, да. И нам самое главное, первый год обучения, дать понятие о полете. Летный инструкторский состав подготовлен в совершенстве на всех этих типах. Машины новые, хорошие. Пожалуйста, молодому человеку, что такое подняться в небо? У вас же военная специфика, вот в чем дело. Подняться-то это одно, пролететь из пункта А в пункт Б. А тут же еще военная. Ну, в первоначальном обучении так особо-то то, что он что-то там должен выполнить, нет. Единственное, что говорит так, должен держаться в воздухе. Как на воде приблизительно. На воде. Надо держаться в воздухе. Владимир Григорьевич, как у вас совпало хорошо в жизни, да? Две стихии, вода и небо. Это же вот о чем можно мечтать вообще. Небо это прекрасно, а вода, море это тоже. Ну, я вообще, я очень горд, да, что, во-первых, я закончил Сызранское высшее инновационное учреждение «Летчика» в 86-м году и проходил службу. Морской авиации Черноморского флота в городе Герой Севастопный. Ну, это здорово. Во-первых, это достаточно ответственная работа. Полеты с корабля, поиск подводной лодки, спасение, ну, или тренировки в спасении экипажей терпящих бедствия. Ну, и вообще, полет над морскими просторами, да, это полет в особых условиях. Да. Особенно ночью, да, небо, когда звездное небо, звезды сверху, звезды внизу. А где оно на самом деле? Хорошо, приборы есть, да? То есть, сам доверяй, но по прибору проконтролируй. А вот что касается выпускников училища, куда, вот насколько они востребованы страшно сегодня закончить, да, обучение вложить там силы, деньги и так далее. А есть сегодня такие вакансии свободные, куда требуются специалисты, ваши выпускники? Да, вы знаете, у нас гарантировано, ни в каком другом ВУЗе, а у нас гарантировано, что курсант, выпускающийся лейтенантскими погонами, идет в ту часть, где его ждет и квартира, и вертолет. Вот это да. Вы понимаете? Вот как сейчас, и квартира, и вертолет. Это вот единственное, единственное, что гарантируется, что да, действительно. А я заглянул на страничку вот вашего училища, там написано прям очень крупными буквами, что требуется в Севастополь, в Крым, военные летчики, и в Казань. Это же замечательно, вот уехать, да, обеспечиться жильем и вертолетом. Понимаете, будем так говорить, развал вооруженных сил закончился. Да, мы поняли, что нам нужны вооруженные силы, вооруженные силы нужны в новом облике. Поэтому тот период времени, когда у нас все посокращали, он кончился, прошел. Да, теперь мы начинаем воссоздавать все по-новому. Поэтому тот, будем говорить, промежуток, да, когда мы не набирали никого, и потом, когда мы их набирали по 25 человек, а народ, ну или будем это, летчики, как говорится, достигая определенного возраста, уходят на пенсию, а смены им нет. Поэтому надо заполнять тот вакуум, который образовался. Поэтому наши выпускники сейчас востребованы везде. Ой, замечательно. Вот Владислав уже, уже, наверное, на вас ставит там. Такой отличник скажет, когда же он закончится. Ему уже можно будет выбирать. Да, когда же он пойдет. Скажите, пожалуйста, честно, вот вы живете в общежитии, да? Да. Какие там условия? Какое питание? Где вы спите? Есть ли там спортзал, библиотеки, компьютеры и так далее? Вот что бы мы представили? По поводу общежития. В общежитиях современный ремонт, который соответствует требованиям, установленным. Горячая вода, одноярусные кровати, новая мебель, то есть все новое. Также в казармах есть комнаты досуга, где стоят телевизоры, где стоят доски, где курсанты могут заниматься, смотреть новости какие-то. И по поводу питания, до того момента, пока курсант не поднимется в воздух, то есть, ну, скажем так, не станет. Кормят хорошо, но в другую норме. Его кормят по общевойсковой норме. То есть, существуют определенные нормы, где расписано, сколько там положено мясо или того, чего. А когда он уже поднимается в воздух, его кормят полетные нормы, то есть, это и шоколад, это и повидло, это и мясо, и колбаса. Ну, вы уже сейчас с шоколадом. Да, с шоколадом. Спортзалы также есть в училище. В каждом общежитии есть свой мини-спортзал. То есть, курсант в личное время может не только читать книги или звонить родителям, может пойти позаниматься спортом, побегать. Понятно. Кстати, вот среди телезрителей, если кто-то вдруг думает о карьере военного летчика, звоните нам в эфир, задавайте вопросы, вас интересующие. Потому что Сезарь от той же Самары не так далеко. Если вы захотите поступить, то вот 21 февраля, по-моему, у вас будет день открытых дверей. Это уже совсем скоро и накануне прекрасного мужского праздника. Поэтому звоните, задавайте вопросы. И также, напомню, вы можете звонить и поздравлять с наступающим 23 февраля того, кого захотите. Я хотела, Владислав, у вас спросить о ваших ощущениях от первого полета. Вот когда вы прямо сели не на учебной с инструктором, а вот чтобы оторвались и сами уже полетели. Такое было? Самостоятельный полет для меня, во-первых, запомнился тем, что это был мой день рождения. Ух ты, совпало как. Я готовился к этому полету, настраивался. То есть были какие-то сомнения, я переживал, ну, как и любой нормальный человек перед экзаменом. Ну, все получилось, я почувствовал то, что я лечу сам, что я управляю сам, что управляющий, который сидит рядом, доволен, молчит. И я получил оценку отлично. И после того, как я вышел из кабины, мне кажется, в тот день счастливее, чем я, ну, просто не было, наверное, человека. Да, вот такие ощущения, конечно. Вот дарит небо, да, вот машина. Молодой человек, это да. Ну, и вы тоже, наверное. Да, мне кажется, мне кажется, сейчас, сидящими сейчас перед экранами телевизоров, молодые люди, мне кажется, сейчас молодому человеку, и надо даже думать, он поступает в наше училище, и все вопросы будут наперед, все решено, и по всем статьям, и образование, и обеспечение, и социальная защищенность, и так далее, все это будет в полном объеме решено. Молодой человек, а тем более летать. Да что такое летать? Да, 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 да. По правом сидеть, тогда, по тогдашним временем, просто фуражка лежала инструктору, тогда старая, фуражка, да. Для уверенности. Для уверенности. Я вот начинаю взлетать, а фуражка здесь инструктора лежит. Вы понимаете, я один. Что такое один, отрывая машину, это же вообще. Да, да, да. Передать это нельзя. Скажите, а какие вот, где совершаются учебные полеты, на каких аэродромах вы можете приземляться? Ведь нужно лететь какую-то дистанцию, не просто вот там немножко там раз, поднялся, тот же сел. Можно скажу так, помните старую хорошую песню, только самолетом можно долететь, да? То теперь мы ее перефразируем, коль мы вертолетчики, да, и фанаты своего дела. Только вертолетом сейчас можно долететь, поэтому вертолет может сесть практически, ну, везде, где позволяет эта площадка. Да, по крайней мере, 50 на 50, чтобы был пятачок. В принципе, вертолет чик, да, подготовленный, сядет, поэтому лес, тайга, нам не страшно ничего. И горы, а вот такой вот уже местности в такой вот горизонте. И море, да, в море, ну, по крайней мере, площадка на корабле, да, чуть больше 15 метров. Владимир Григорьевич, все о море. Да, все о море. Все сразу к морю сводит. Я хотела бы уточнить про дальность перелетов, вот насколько сегодня увеличивается. Вы знаете, на дальность перелета здесь зависит от количества топлива, находящегося на борту. У нас сейчас есть, значит, вертолеты, наши вертолеты, созданы нашими КБ, на которых устанавливается не по одной дополнительной бочке 900-литровой, которая стоит, а уже по три. Три с одной стороны, три с другой стороны. Ему хватает полета почти что там, ну, я не знаю, вот по тундре летают наши ребята, так они говорят, нам хватает в пределах 6-7 часов полета. Хватает для того, чтобы только, ну, только чтобы лететь, где-то что-то выполнять, какие-то грузы брать, уже заняты кабины. А то, что вот они говорят, тут мы что-то выполняем, спецзадача, и нам хватает этого топлива, потому что в тундре пока у нас аэродромов маловато. Еще скажу, чем хорош вертолет, да? Нам не надо полоса. Нам надо кусок местности, чтобы приземлиться. Поэтому можно к этому месту привезти керосин, да, заправиться и полететь дальше. А угол приземления, он прям может быть вот такой. Вертикально. Да, действительно, самолет-то он пока... Ну да, тут ему надо километра два, а тут ничего вообще не надо. Вот прямо Владислав так себя хорошо чувствует рядом с полковниками, преподавателем. Мне кажется, что у вас атмосфера хорошая вот в училище, да, и у вас доступ есть, вот, хотел сказать, командующим составом к преподавательскому, да? Нет, взаимоотношения, конечно, хорошие, но все равно же есть субординация. То есть я курсант, а это офицер, тем более офицер-полковник, я не могу себе позволять какие-то вещи. Да, все преподаватели, они достаточно дружелюбно, доброжелательно относятся, они заинтересованы в том, чтобы курсант знал, курсант понимал тот или иной материал, они подскажут, помогут, покажут. То есть, правильно вы сказали, взаимоотношения училища достаточно доброжелательные. Понятно, и хочется понять еще, чтобы вот тоже зрители понимали, разницу между армией и вот училищем, вот, как курсанты, это почти как армия или есть все-таки? Почему? Это армия. Ну, а какая-то разница существует, это же вот не срочная вот какая-то... Мы служим в вооруженных силах, да, курсант первого курса... То есть такая же дисциплина, как вот армейская, все то же самое. А все, устав никто не отменял. Но только у них есть определенный... Он же приехал сюда учиться, да, военному делу настоящим образом. Так. Поэтому основное его предназначение, да, как он курсант. То есть он должен учиться, чтобы выполнять те задачи, которые будет выполнять, ну, став офицером, да, будем так говорить. Поэтому на первом курсе он у нас проходит службу как срочную службу. То есть год. А на втором курсе по достижению 18-летнего возраста он заключает контракт, и они уже считаются контрактной службой. Военнослужащие контрактной службы. То есть... Ну, только еще ему еще и получку платят. Понятно. Хочу уточнить, звонок у нас есть, да? Послушаем звонок от телезрителей. К нам дозвонились. Добрый вечер. Скажите, как вас зовут? Алло, здравствуйте. 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 Меня зовут Вячеслав Николаевич. У меня вопрос к курсанту летного училища. Пожалуйста, задавайте. Извините, вас как по имени звать? Владислав. Владислав. Владислав, а вот вы могли подсказать, вы знаете что-нибудь о героях Российской Федерации, выпускников Сыгренского училища? Конечно, знаю. Для меня, ну, скажем так... А по имени, примерно количество, сколько? Вас вообще преподают? Кто там? Конечно, преподают. 49 героев, выпускников Сыгренского высшего военного института на училище летчиков. 49 выпускников-героев? Это герои Российской Федерации или Советского Союза? Это и Советского Союза, и героев Российской Федерации. Да, вот вы смотрите. Понятно, ну, а хотя бы кто-нибудь, а кто-нибудь, а кому-нибудь расскажите, пожалуйста. Командующий. Все-таки Сыгренское училище, как я просто знаю, может сказать, где-то пальму первенства среди героев Российской Федерации, по сравнению даже с рязанскими вооруженных десантных войсками. Да, это так. Ну, спасибо большое. Сейчас мы расскажем обязательно, если это вас так интересует. Вот что, вот о героях, да, вот нужно сказать действительно. Вы знаете, я, да, вы знаете, хочется привести пример, только что свежий пример. Это 2 августа, вот, кстати, затронул он день воздушно-десантных войск. 2 августа, 2015 год. На Авиадарсе упал вертолет. Вы все видели прекрасно по телевизору. Ми-28 машина. Вот только что присвоено звание героя России полковнику Бутенко, Бутенко Игорю присвоено звание. Вот только что вручили. Вчера, вчера на совещании штурман, который остался у живых, ему присвоил орден мужества. Он закончил Телябинское училище. Ну, Сызранский парень, капитан. Поэтому вот вам герой. Только что вот герой. Конечно, он ценой своей жизни спас людей, которые, зрители, перед которыми он выступал. Вот это вот герой. Ну, и самое главное то, что вот сейчас задался вопрос насчет героя. Да, Виталий Егорович Павлов, наш командующий, генерал-полковник. Вот. Это знаменитый командующий, первый командующий армейской авиации. Генерал-полковник Павлов. Вертолетный. Да, в Афганистане он получил звание героя. Да там многие. Гайнудинов, там и так далее. Шигалеев. Так очень много мы знаем этих героев российских. Героев Советского Союза. И крайне вот то, что герой Российской Федерации. Да. Мой однокашник, ну, Андрей Валентинович Воловиков, четырежды, крестоносец, будем говорить, да, четыре ордена мужества у него, был везде, где только мог. Ну, и в итоге получил героя Российской Федерации. В Безинчуке наши, наши земляки, в Безинчуке инструктором был полковник Колпаков. Герой, значит, Российской Федерации получил звание героя Российской Федерации за испытание знаменитой К-50, это называется «Черная акула» фильм. Это он получил героя. Мой курсант Сергей Владимирович Маслов, герой Российской Федерации, получил героя за испытание вертолета Ми-28. Это мой первый курсант. Старшина летная группа. Ну, здесь много-много перечислят. Ну, извините, еще скажу. Ну, ведь свой отпечаток, ну, может быть, да, потому что столько у нас героев. Ну, так произошло, да, что, в принципе, вертолетная авиация, наверное, участвовала во всех вооруженных конфликтах, которые были, ну, где участвовал Советский Союз, да и Российская Федерация. Поэтому наши вертолетчики рисковали жизнью, спасая жизни других людей. И сейчас рискуют. Да. Поэтому... А сейчас вот основные объекты такие, где работают вот ваши выпускники, какие? Где вот? Везде. Везде, конечно. Знаете. Даже в Полярный. Да. Даже там. Ну, вот если кратко, вот если телезрители интересуются действительно историей, вот если кратко, вот самые основные данные про училище, что можно сказать? Насколько... Ну, во-первых, нашему училищу в этом году, уже 20 марта будет 76 лет. Да. То есть училище образовано 20 марта 1940 года в городе Саратове. Потом она меняла там свою дислокацию, перемещалась и в конечном итоге в 63 году она переехала в Сызрань и стала Сызранским военно-авиационным училищем летчиков, а в 66 году стала высшим училищем. Поэтому за этот период времени с его образования в училище было подготовлено более 19 тысяч летчиков. Из них более 14 тысяч только вертолетчиков. Да, понятно. Поэтому, как бы, у нас большое... А если говорить о том, сколько вертолетчики работают? Вот по... Как это все? Пенсия раньше или от состояния здоровья регулируется или что? Что бы ориентироваться уже заранее? Вы знаете, возраст... Да, возраст есть. Но сейчас, пожалуйста, полковник может служить до 55. Сейчас увеличили. Да, без здоровья позволяет. Здоровье позволяет. Вот вы знаете, я вот сейчас вроде на полетах, да, но я прохожу, соответственно, комиссию, и тогда меня допускают к летной работе. Ну, я так скажу. Ну, наиболее оптимально то, что да, действительно, военному. Военному вот до 50 лет, я считаю, это самый оптимальный, самый, который востребован везде. Реализовав себя в военной службе, наше образование позволяет идти ему и в гражданскую. Пожалуйста, гражданки, летай, учи, помогай. Фактически, если честно сказать, в последнее время, ведь когда вот это началось немножечко у нас, то, что нас сокращали, ведь гражданская авиация за счет нашего Сызранских ребят вышла-то, все в основном ушли туда в гражданскую авиацию, она же помогла армия, и все военные сейчас гражданские. Ну, да, бывшие. Бывшие, бывшие, а выпускники. Да, а вот скажите, вертолет, это же не относится к малой авиации, это что-то другое отдельное, да, или вот можно назвать вертолетом малой авиации, или нет? Или это другой совсем? Я бы не сказал малой авиации. Самолет, это маленькие самолеты просто, да? Это маленькие самолеты, а мы, извините меня, МИ-26-60 тонн, и сказать, что он маленький, это нельзя сказать. Все, понятно. Вот еще хотел... Извините, предназначение у нас немножко другое. Понятно, понятно. Мы можем возить грузы, мы можем перевозить людей, но основное наше предназначение – введение боевых действий. И перспективы, может быть, технические, материальные, еще какие-то у училища, у преподавателей и курсантов, какие на сегодня складываются? Вот что впереди? Хорошая у вас ситуация сегодня, как вы рассказали, все как бы есть. А что дальше? Ну, в перспективе нам бы хотелось, нам бы хотелось, чтобы расширить наши возможные, особенно аудитории, нам бы расширить дальше столовые, проживание, курсантов. То есть мы сейчас будем выполнять наборы, к нам, конечно, слава богу, стали приходить молодые люди. А раз молодые люди приходят, надо создать им условия. То, что раньше развивалось пока что старыми мы материями, сейчас у нас материально-техническая база старая, хотелось бы обновлять как можно быстрее. Но сейчас в связи с этим средств вроде бы так, ну, как сказать, есть, но маловато. Хотелось бы побольше. Понятно. Владислав, у нас буквально минутка остается. Вот хочется от вас, как от курсанта, услышать обращение к тем, кто захочет поступить вот в этот год в училище, в Сызранское, авиационное. Вот что вы можете сказать? Чего бояться? На что настраиваться? Какие-то практичные такие советы? Я хочу просто привести пример. В то время, когда я выпускался, я, ну, можно сказать, что единственный пошел в армию, а все мои друзья пошли на гражданку. Прошло какое-то время, я получаю хорошее образование, мне платят за обучение, я уже знаю, кем я буду в будущем. В то время, как мои бывшие друзья, ну, и некоторые настоящие, ровно, ну, ничего не зарабатывают, некоторые не учатся. То есть жизнь пошла наперекосяк. Если же какие-то моменты, да, есть неприятные в армии, но они везде есть, это жизнь. А я считаю, что молодой парень, мужчина, он должен заниматься мужским делом. Есть такая профессия, родину защищать. Да. Ой, как вы... Чем мы и занимаемся. Как вы прекрасно подвели к 23 февраля, у нас заканчивается... Всех военнослужащих, всех, кто связан с вооруженными силами, поздравляем с наступающим днем, днем защитника Отечества, ну, или как в добрые советские времена называли, днем Советской Армии и военно-морского флота. Спасибо, спасибо большое. Ветеранам здоровья. И вас с наступающим праздником, ветеранам здоровья, и всем здоровья, и вам всего хорошего. До свидания, с наступающим праздником, уважаемые мужчины.